Всем привет, друзья! С вами Тофик Дипсайз. В общем, мы только что проснулись, вот, и сейчас будем отправляться к митину домой. Заснимем вам маленький рум-тур, посидим с ним, отдохнём. Также заснимем крутой бомбезный для вас видеоролик. В этом ролике мы будем телепортировать игроков на Evolve РП, которые коптятся, да, на копте. И у нас вызывают какое-то подозрение, да, мы их будем телепортировать, звать в Дискорд на проверку, смотреть, что они используют. Будем как-то их проверять, банить, варнить. У меня получилось договориться, чтобы митину дали админку на Evolve, буквально там на один день, чтобы он со мной заснял этот видеоролик, потому что я в плане проверки кого-то на читов не особо шарю, да, вот, поэтому мне надо будет поддержка и помощь. Короче, мы сейчас отправляемся к митину на студию и будем делать для вас самый лучший контент. Поехали! Мы ехали, в общем, в такси больше часа, где-то час двадцать, час тридцать, я уже просто засыпал. В общем, мы сейчас приехали уже к Артуру домой, сейчас будем подниматься, он где-то вот здесь вот живет. Здорово, митин! А какой этот подъезд? Митин, митин в трусиках встречает. Брат, здорово! Ну что, митин, пошли, сделаешь мне рум-тур по своей хате, покажешь мне свою шикарную студию. Это просто пушка, посмотрите, сколько здесь места, как это все выглядит. Митин начал снимать видеоролики с Олей и проводить с ней стримы, и это очень круто. Насчет компьютера, расскажи, у тебя их два, уже я вижу. Это старый моей компа, да, я сейчас буду включать, я и старый пока, пусть она нанес. Ну тут, блин, старый, 1060 на 6 гигов, а и пятый там красивый. Пацаны, старый компьютер, видеокарта 1060, а и пятый. Он полностью мой старый, потому что я тот собирал. Короче, тут чат, тут у него 144 герца, все замечательно, Samsung, это ее микрофон, петличка, наушники. Ну и сам комп, можешь как-то показать, потому что вот он старый, этот. Ну да, да, я понял. Ай-яй-яй, я вон вижу, что-то светится, вот то интересное идет. Вот у нее еще светяшка, кстати, набрала. Это этот, коврик? Да, типа светится, он, то есть, видишь, не такой силикон, то есть вообще прям, короче, кайфовый. Ну и как-то захвата, чтобы я мог, Коля, награться. Сильно-сильно. Ну и самый пушечный компьютер Митин показывает. Я видел, как ты его собирал, я помню, как ты бомбил, расстраивался, у тебя там что-то не получалось. Напомню, кстати, что у тебя с компьютером эти было. Смысл он делал, да у меня тут оперативка слетела, потом он что-то не включался, мы там какой-то провод, не так сказать. Короче, с ним я столько намучился. Я когда купил комп этот, чтобы вы понимали, 1200 я на него отдал, и это дерьмо не могло стримить ГТАшку. Просто вот, вот, просто FPS падал до 5, до 10. А как ты что-то проблему? Там надо было лог FPS поставить, типа 144 Герца и все. Ну, вот это пушечка, пушечка. Ну, я, наверное, думаю, здесь i7 у тебя, да? Не, а, да-да-да-да, i7 9700K, GTX 1080Ti, материнка, блок питания 1850, вот да, 850. И плашка вот одной нету, потому что она, типа, слетела. Ну, очень круто выглядит, и мне просто нравится то, что он у тебя так светит со всеми цветами радуги. Корпус 1,7 килограмм весит, а со всем вместе, короче, он очень тяжелый. Ну, и, конечно, кроме самого компьютера, как бы, вот этой студии, здесь есть вот такая, знаете, маленький диванчик, такой, знаете, чилл, чилл пати, вот. Митин здесь играет, я вот заметил только что в приставку, вот, у него здесь джойстики, PlayStation, какая-то коробка интересная. Монополия, да. Монополия, вот, это крутая игра, мы, кстати, обязательно в какие-то сегодня игры поиграем, вот, типа настольные, вот. Вот, ну и, конечно, мы сегодня зайдем на Evolve RP, я, кстати, тебе, Митин, уже админочку выдали-то на сервачке или не еще? Ничего пока. Еще пока не выдали? Короче, мы сейчас, через некоторое время будем с Митином садиться за компьютеры, зайдем на Evolve RP, я надеюсь, что Митину выдадут админку, вот, и... У нас целых два компьютера, представляете, их два будет жестких, следящих сейчас за гетто, вот. Будем ждать копта, выловим пару читеров, позовем их в дискорд, проверим их на читы, а у них они 100% будут, вот, поэтому все ожидайте, все скоро будет. Итак, подготовка к копту идет просто максимальная, в общем, мы решили зайти на 02 Вольф, сейчас там проходит мероприятие, стоят на лидерке жесткий гангстер против Маки Ашера, так что, ребята, вы тоже присоединяйтесь играть на этом мероприятии. Недавно, вы сами знаете, участвовали мы с Хакаги, воевали, там еще был Лиджи и Сява, сейчас вот, ну, просто, ну, придумывает идеи всякие, онлайн заманивает, пацаны, поэтому давайте, участвуйте вместе с нами. Мы с Митяным, короче, решили понаблюдать за этими именно бандами на копте, потому что все-таки это наши коллеги по цеху, друзья, и мы уверены, что там будет много читеров, потому что, ну, все-таки это мероприятие, и мы уверены, что мы кого-то словим сейчас. Так, брать их в митинг, ты где? Так, я перед тобой или где-то? Ахаха, в общем, смотри, давай ТП пиши, давай телепортируем сейчас в гетто. Так, все, блядь, на притоне, два штриха стреляется, ай-яй-яй, ну, из-за этого прессон, дэму притона, дэму притон. Все пока происходит спокойно, потому что Грубстрит сильно много на тере, вот. Я еще даже удивлен, в такое время, я думал, секунд 30, хватит, чтобы найти уже читеры, и будет прям лететь такая строчка типа, читеры, читеры. Не-не, как видите, здесь пока что нету читеров, но мы их будем сейчас ловить. Ну, и все-таки Митин у нас первый раз наиволе на админке, Митин, ну, твои ощущения, че, как тебе, непривычно, или как? Ну, не знаю, но, блядь, неплохо, так, надо справляться, смотрим. Вот, ну, я думаю, основные команды Митин знают, Бан, Варн и Слэш Ре, поэтому он справится. В общем, сейчас мы будем наблюдать за каптом, будем вылавливать читеров, пока что все пусто, потому что это АФК Тера, Грубов слишком много, вот. Вот, мы даже, кстати, наблюдаем, вон наверху присутствует, это очень, ну, это, блядь, все админы наблюдают за каптом. Тут такое мясо, просто, я не знаю, я даже на моем компе тут 300 фпс, их просто миллиард. Слушай, ну, нам, да, нам не хватает вот этих админских привилегий, типа, как Сабейта или ВХ, чтобы вообще четко наблюдать, но смотри, мы можем с тобой сейчас, как бы, наблюдать за репортом, я думаю, поступят какие-то жалобы. Так, ну, это АФК просто Тера, я не знаю, как это комментировать. Выдаются варнинги на кого-то, то есть, вот, возможно, аэрбрейк, там, флайхак, я только хочу за ним понаблюдать, сразу же, получается, я не могу, потому что за ним спекает админ. Администраторы Эвольф чересчур хорошо сейчас работают, потому что вы просто посмотрите, блядь, сколько админов в сети. Выдается просто один варник на кого-то, и мы хотим за ним понаблюдать, все, он занят. Итак, мы сейчас с Артуром зашли на 0.1 Эвольф с админки, вот, и поэтому мы сейчас будем наблюдать за каптом, сейчас идет кап Грувстрит против Ацтек. В общем, на Грувстрите стоит наш один хороший знакомый, по крайней мере мой, это Вакоэнкора, который мне помогал неоднократно на лидерке. И сейчас мы будем наблюдать за каптом с митином и искать каких-то читеров на проверку, будем их телепортировать, что-то делать. Даже если мы никого не найдем, мы телепортируем какого-то из лидеров и проверим лидера на читы, потому что я думаю, что лидеры что-то могут использовать. Так, 4 репорта поступило на карта Веласа, то, что у него экстра ВС, прям 4 репорта от разных людей, ну, он... Ага, все. 330-й. Ага, все. Можешь за ним понаблюдать, кстати. Слушай, ну, по сравнению вот со вторым сервером, здесь я прям вижу, как репорт поступает, жалобы на АИМ, вот, у меня есть уже подозрение, вот, за чего ком-то лежу, он сейчас есть в мясовозке. 7 тысяч лайков, пацаны, и мы будем почаще такое, может, возможно, контент мутить, всякие проверки, будем чистить сервер от говна, поэтому поддерживайте это. Территория находится, как уже говорил Артур, возле Больки ЛС, я сейчас немножко пешком бегу туда, вот, плюс еще наблюдаю за репортом и за варнингами, в плане того, что я вот жду, хоть кто-то, что-то зауезает, вот. Знаете, как назло. Нету никого пока что. Вот, на 106-го просто флудят, и мы не можем зайти в него. Артур, я думаю, мы сможем его телепортировать на проверку, потому что на него поступило около 8 сразу репортов, то есть люди на него массово жаловались. Я вот за чуваком наблюдаю, на которого поступила жалоба, то, что АИМ, и он там 10 раз подряд попался в М4, но, блин, как назло, ты начинаешь наблюдать за чуваком, такое чувство, что появилось какое-то клево, которое показывает, типа, сами там следит админ, не делайте ничего, я не знаю. Я сейчас слежу за игроком, ID252, он вылетел на притоне, на него жалоба, то, что он салентаим, вот, ну, он только что вылетел на притоне и просто разбил человека за секунду, он сейчас идет в спину, вот, посмотрим, что он будет делать, и... Ну, на него жалуется, что он салентаим. А-а-а, да-да-да, вот что это... Да, да, я словил, да, сейчас я еще за ним слежу, он на изи просто разматывает, он вообще, ну, у него даже какой-то плюсы такой, блин, знаете, нечестный. Да, на него опять жалуются, то, что он аим. Так, все, ну, это уже, да, да, это уже однозначная проверка, потому что на него человек уже 20, пожалуй, все. Хэрэ, 252, сейчас он телепортирует, 605, все, я телепортировал. Слушай, ну, приятно, он не начал нас морозить и не нести какую-то хер, то есть он адекватно сказал, да, добро, типа, я могу свернуться? Ну, да, он может, в принципе. Алло. Алло, здорово. Здравствуйте, добрый день. Здорово. Как дела у вас, как настроение? Все хорошо. Я думаю, вы понимаете, что тут за собрание. У нас есть подозрения, то, что вы использовали читы, нам нужно убедиться, то, что у вас все замечательно. Как вы к этому относитесь? Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, тогда будьте добры включить демонстрацию экрана и всякие запрещенные сайты закройте. Все, пойдемте. Сейчас я скину эту программу, не волнуйся за свой компьютер, все замечательно, пройдена верификация, все будет замечательно. Твой файл будет удален после завершения проверки. Короче, брат, не переживай, вот, как бы, стилеров мы тебе не накидаем, вот, просто... На себя просто вот так человек 10 в репорт написал, а то, что ты используешь Silent AIM, вот, и, ну, ты сам понимаешь, как бы, надо оттелепортироваться на проверку. Не, я просто открою секрет, у меня вчера два раза заварнили и разварнили два раза. А пароль митинг с двумя E, 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 N, на английском. Сейчас, смотри, подружный PDB закрываю, у него тут только сенса, крашится, это все хуйня. Подружные модули, давай посмотрим. Пониже опусти, сенса у него, Silent Pact, чтобы графика была. Так, бесконечный бег, easy gun, use, это понятно. Самое интересное, корзинку, вот, у тебя появилась она выше. Ультра ВХ, шрифт. Это другая ГТА, это вообще, ну, качал, могу показать. Байронщик какой-то там, у тебя еще вижу я. Это с GTA Hub, ну, не знаю, что такое, я даю сразу. Слышишь, а что это у тебя спридуха от дипсайзов на 30к, что это такое? Да, спридуха, сборка Денгазора, ну, это вообще. Silent AIM for Денгазор Лаун, слышишь, что-то на тебя Денгазор плохо влияет. Слушай, а покажи мне еще раз, пожалуйста, ВХ, которая у тебя там была, ты вот говорил. Я хочу посмотреть, какая там дата ВХ. Так. 23.07. Опа, вчера. Братан, ну, это вчера было. Ээээ, Плов, ну, смотри, короче, в принципе, да, вот ты такой, знаешь, получистый, полу-нет. Одно хреново то, что, понимаешь, у тебя есть там скачный Silent AIM, но он не находится, да, в папке с игрой. У тебя есть ВХ, которая, кстати, она у тебя была вчера. Я понимаю то, что ты качал это там с какой-то, возможно, сборки. Но, в какой-то мере, это, знаешь, не оправдание. У меня, кстати, вопрос. Только надо тебе ответить честно, потому что ты сам, понимаешь, я могу узнать. Были ли у тебя варны за 4? Да, был один за AIM. Короче, я кидал, ну, так же, типа, ЖБ нас залил. Потом на секунду вспалил ВХ. Короче, слушай, плов, плов без обид, но я тебе дам варны, знаешь, почему? Почему? Потому что тебя вчера два раза варнили за AIM, тебя разварнили. Вот, и я уверен, они не проверяли твой компьютер так, как мы проверяли. Они, ну, попроще это делали все. У тебя есть эти читы, но они не находятся в папке с игрой, но тебя вчера варнили за AIM. Плюс у тебя еще были, как бы, варны за это. Не-не-не, я, я сосредовал опры, я могу вам показать, ну, точнее, скинуть фарбсистский туба. Я ж туда заливал, типа, там, да варна, ну, на каптах и на ОГ, я могу чисто все показать. Ну, покажи мне, у тебя фарбсисты, которые тебя заварнили, добро. Вот, где читы админ, вот, где читы админ. Так, это второй, ну, типа, второй варни дали, там, пять минут я откат сделал в шедоплее. Ну, хорошо, давай, давай так, Митин, ну, ты как считаешь? Я в свою пользу, ну, что я вас сказал? Смотри, мы проверили, мы его телепортили прямо в один момент. Если бы человек что-либо использовал, он бы оставил это на своей GTA однозначно. Если он бы удалил, это бы показалось. Он качал пару месяцев назад, и тем более он скачал сборку, и прямо в этот момент в корзине у него оказалось это ультра ВХ. Ну, то есть ты за то, чтобы его не варнили? Да, я считаю то, что чувак нормальный. Ну-ка, еще один момент, откройте сообщение, раз в ультра так не доставляется. Не проверять, братан, я зарублюсь. Напиши Спенсер на английском SP. Да, он есть переписка. Показывай. Опа. Ничего я читаю. Он покупал этот чит. Да? Он покупал Рампэшхак. Смотри, дружище, почему я так считаю. Если с человеком ты имел никакой-либо переписки, она никогда не появит человека в поиске. Но если была переписка и сообщений нету, значит они были удалены. Плов, пока что, Плов, я тебя сажу в джайл, то есть смотри, могу тебя обрадовать. Или же тебя никак не накажут, но тебя я накажу лично за то, что ты просто вот там у тебя был сайлент, ракбот. Это реально жесткие читы, братан. Окей, окей. Ты подписан на АИМ, который реально жестко запрещен. Поэтому я тебе даю прессон на долгий срок. И сейчас я еще узнаю у Спенсера, покупал ли ты этот рэмпэйдж. Если это так, то, братан, тебе будет бан на большое время или удаление аккаунта. Возможно, да, удаления не будет, это я так в рофл сказал. Но бан тебе реально будет, если сейчас Спенсер докажет. И, пожалуйста, на будущее не качай это, потому что, ну, нельзя, ну не ори, типа нельзя так. Вот, поэтому за это я тебе даю просто прессон на будущее, чтобы ты посидел и подумал. Окей, я понял. Ну, а если мы узнаем, что ты еще покупал рэмпэйдж, то мы тебя наберем и забаним. Окей, окей, окей. Пока, в принципе, все. Да, сейчас я тебя сажу, если что, на, давай на 250. И все, пока все. И если что, это твой будет просто срок за то, что ты раньше качал. Пока что ты с Паводином плов. Спасибо тебе за проверку. Спасибо, удачи всем. Ну что, дорогие друзья, наша проверка подошла к концу. Вы все сами прекрасно видели. Мы с Артуром очень сильно старались. Мы проверяли и на первом эволючитеров, и на втором. Ну, пытались, ну. Максимально пытались найти, ребят. И ваша задача сейчас определить, как вы считаете, кто прав. Тофик или я, но не то, что кто там. А, соответственно, решите вы, правильно ли мы поступили, либо же использовал чувак, не использовал. Напишите обязательно, ребят, потому что, ну, типа, тоже трудно. Хотели бы, если есть такая возможность, чтобы вы нам подсказали. Ну, я думаю, вам понравилось это видео. Все-таки это какая-то смесь влога и игры. Одно, наверное, распечалило, то, что мы не словили какого-то, знаете, топого читера, который там вязал много читов, и мы ему отдали бан. Нет, такого не было. Но были проверки, мы пытались, мы убили на это больше четырех часов. Поверьте уж нам, мы старались. Поэтому, друзья, если это видео наберет 7 тысяч лайков, мы с Митином устроим какую-то вторую проверку. И я вам обещаю, на этой проверке как минимум будет два человека забаненных, ну, или заварненных. Главное, искренний контент, и надеюсь, он вам нравится. Всем удачи, счастливо. Пока. Оставляйте свой комментарий и подписывайтесь на нас обоих. Удачи. Короче, в Монополии уже, не знаю, свою жизнь проиграл, все бизнесы, зарплату и вольвовскую.